Вы знаете, мне всегда было обидно, что художники тратят огромное количество часов на создание своих замечательных рисунков, но при их выкладке в портфолио или социальные сети оставляют их статичными, и, как правило, из-за этого они теряются среди других публикаций. Меня всегда интересовало оживление картинки. Может это звучит нелепо, но мне кажется, можно получить огромную дозу вдохновения, когда вы видите, как ваша картинка оживает. Сегодня мы поговорим о том, как очень быстро при помощи базовых функций различных программ и сайтов, не обладая суперзнаниями в области анимации, оживить вашу картинку. Сделать её объёмной, заставить двигаться и даже заставить говорить. Можно даже вашим голосом. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами Седжи Спик, всем здрасте, всем привет. От слов к делу, погнали. Сегодня мы пойдём от простого к сложному. Если какие-то методы вы уже знали, то в видео присутствуют тайм-коды. Можете перелистнуть на любую понравившуюся часть. Самым простым для освоения методом анимации вашей картинки я считаю базовые функции Adobe After Effects. И даже если вы его никогда не открывали, можно покопаться 2-3 часа и во всём разобраться. Наверное, самый очевидный из всех инструментов пришёл из Photoshop и называется Puppet Pin Tool. Это абсолютно тот же самый инструмент, что и марионеточная деформация в Photoshop. Теперь давайте разберём пошагово. Если вы реально никогда After Effects не открывали, и вам нужно пояснять всё детально. При открытии After Effects мы создаём новую композицию. Либо, если нам лень, импортируем наш Photoshop документ или персонажа сразу в программу. После чего кликаем левой кнопкой мышки и выбираем меню Make New Composition from Selection. Заранее скажу, что если вы хотите анимировать персонажа, то в PSD файле он должен быть на отдельном слое. Либо, если он идёт отдельно, то это должен быть PNG. После чего мы используем вот этот вот инструмент с пином на иконке. Когда мы его выбираем, мы должны проставить некие скелетные точки на нашем персонаже, которые будут вращаться в своей плоскости. Например, это будут суставы. При помощи этого инструмента можно анимировать и волосы, и ткань, и любые подвижные элементы. Но для простоты давайте пока начнём со скелета. Как только мы проставили эти точки, дальше нам нужен таймлайн. Он находится внизу. Это непосредственно количество кадров, которые используются в нашей композиции. Передвинули ползунок на пару секунд вперёд и изменили положение руки персонажа, потянув за созданную точку. После чего, если мы вернёмся на старт нашего таймлайна и нажмём Play, персонаж будет двигать рукой. То же самое можно проделать с абсолютно любой частью его тела, где вы разместили эти самые пины. Если вы проставили какое-то движение некорректно, то, открыв нижнее меню под вашим персонажем, где расположены все настройки его движения, а также эффекты, вы увидите вот такие маркировки. Это и есть перемещение ключевых кадров. И при сдвиге любой из этих маркировок по таймлайну, движение может быть либо замедлено, либо ускорено. Или же вы можете просто удалить эту маркировку, и движение будет отменено. Именно при помощи этого инструмента многие ютуберы делают анимацию своих роликов, да и не только ютуберы. Если движение, которое делает ваш персонаж, кажется немного топорным, то значит вам необходимо отредактировать график скорости этого перемещения. Это, конечно, можно сделать и средствами After Effects, но для суперпростоты я рекомендую скачать вам расширение, которое называется Flow. Вы запросто найдёте его в интернете. И вот эти вот кривые, которые здесь изображены, это ускорение и замедление анимации между ключевыми кадрами. Например, если сейчас персонаж машет рукой вот так, при стандартных настройках, то применив этот график, он будет вначале двигаться чуть-чуть быстрее, а под конец замедляться. Как вы сами прекрасно понимаете, этих кривых существует огромное количество вариаций, так что здесь зависит конкретно от цели и задач. Ну и в качестве бонуса, чтобы вам было интереснее это практиковать, мы совершенно бесплатно выложили в наш Telegram плагин, который называется Voodoo. Это ещё более упрощённый инструмент для работы с марионеточной деформацией. Он упрощает работу со слоями и с ключевыми кадрами. К слову говоря, эффект марионеточной деформации очень часто сочетается с эффектом псевдо-3D сцены или параллакса. Сделать это проще простого. Представим себе, что у вас в Photoshop документе есть 4 слоя по количеству планов. 1, 2, 3, 4. И наша задача сделать сцену чуть-чуть более динамичной. Мы переводим каждый из слоёв в 3D пространство, нажав на вот этот маркер. Теперь наши слои находятся не на плоскости, а как бы в объёмном, неизведанном пространстве. И нам нужно создать между ними расстояние, потому что сейчас они как бы слиплись друг с другом. Мы берём самый дальний план и открываем ось координат, которая находится под каждым слоем. После чего отдаляем на задний план на приличное расстояние. Как вы понимаете, картинка уменьшилась не потому, что изменились её размеры, а именно потому, что она отъехала от остальных трёх слоёв как бы назад. Но так как нам надо, чтобы она была хорошо видна в кадре, сейчас мы увеличим её размеры. Поэтому мы заходим в параметр Scale и выкручиваем его настолько, чтобы наш задний фон был чуть-чуть больше, чем наша композиция. Ну, чтобы он как бы выходил за края. То же самое мы делаем со слоем номер 3. Мы отдаляем его по оси координат, но уже чуть-чуть меньше, не так, как задний фон. И после этого проделываем ту же фишку с увеличением размера. Только его размер должен быть, как примерно и был до этого в Photoshop документе. Если на переднем плане у нас изображён персонаж или какая-нибудь деталь, перекрывающая наш рисунок или обрамляющая его, художники очень часто рисуют какие-нибудь скалы на переднем фоне или деревья, то этот слой мы не отдаляем от нас, а приближаем к нам. И как вывод нам необходимо его размер не увеличивать, а уменьшать. После чего дело за малым. Добавляем камеру и будем анимировать её движение. Можно что-то простое из серии небольшого вращения слева направо. Можно придумать что-то посложнее. По хорошему счёту, вся эта технология просто оцифрованная версия того, как снимали старые мультфильмы Disney. За счёт того, что между слоями есть расстояние, создаётся иллюзия глубины и иллюзия движения. И это очень хорошо сочетается с технологией анимации через Puppet Pin Tool. Если эта техника кажется вам несерьёзной, то хотелось бы напомнить, что загрузочные экраны в Ведьмаке с анонсами произошедшего сюжета сделаны именно при помощи этой техники. И более того, её можно усложнить, добавляя какие-либо частицы или дым между слоями. Даже если вы новичок, который ни разу не открывал After Effects, то зная лишь это, вы уже сможете сделать какую-то динамичную сцену. Можно пойти дальше и настроить фокусное расстояние, которое будет меняться от переднего плана к персонажу. Опции тут на самом деле вагон. Сейчас прервёмся на небольшую минутку продажности и после этого продолжим. Снова пытаешься практиковаться, делать рисунок за рисунком и у тебя ничего не выходит? Возможно, твое обучение строится на неправильной методике. Школа Home Digital School приглашает тебя на обучение, которое не похоже на другие курсы. 2D-художник – новое поколение. Для начала курс помогает грамотно освоить базовые знания в рисунке и даёт возможность попробовать себя в трёх направлениях уже на старте – иллюстрация, персонажи и предметы. Благодаря такому подходу вы сможете понять на ранних этапах, в чём вы хотите развиваться. Курс вообще не привязан ни к одной стилистике. Можете рисовать, как вам нравится. Вам дают свободу творчества, и вы можете сами выбрать направление, а кураторы подстроятся под ваши желания. Более того, если вы не определились с желаемым стилем, то преподаватели помогут вам его найти. Обучение идёт от простого к сложному, и на каждом этапе вас, разумеется, сопровождает куратор, который отвечает на любые вопросы и делает разборы ваших домашек. На курсе делается акцент на практике и постоянных консультациях с куратором, ведь только так можно добиться настоящего результата. Плюс во время обучения вы получаете не только знания, но и возможность практиковаться на реальных заказах. Внутри закрытого дискорд-клуба школы есть биржа заказов, где ежемесячно команда ищет и готовит заказы для студентов. По нашему промокоду CGSpeak вы получаете скидку 20% на курс, и бесплатный гайд по рисованию, и вебинар в подарок по ссылке. Ссылочка на курс в описании. Приятного вам обучения! Огромное спасибо, если реклама не перемотала или не перемотала. Продолжаем. А что если я скажу, что мы можем добавить третий пункт для того, чтобы сцена, которую мы сделали, выглядела еще круче, при этом вам не надо будет делать по сути почти ничего. Смотрите, анимацию персонажей мы сделали, анимацию фонов мы сделали, но некоторые объекты на нашей картинке могут выглядеть очень статично, особенно если там изображены движущиеся объекты, вроде воды, огня, какой-то магии и так далее. Здесь вы опять же просто идете в наш телеграм и закачиваете плагин, который называется Loop Flow. Этот плагин делает бесконечную анимацию движущихся объектов. Лучше всего объяснить на примере водопада. У нас есть вот такой вот поток воды, и все, что нам необходимо будет сделать, это разместить две вот такие кривые. Это непосредственно границы направления движения, и оно просто работает. Единственное, с чем придется заморочиться, как опять же видно на примере с водопадом, если у вас несколько элементов движения, как потоков воды, то такие границы надо будет просто проставить каждому отдельно. Но опять же, по сравнению с тем, сколько времени мы бы это делали, если бы делали все с нуля и руками, то тут разберется и первоклассник. Причем обращу ваше внимание, что движение объекта не обязательно должно быть сверху вниз или слева направо. Оно может идти по плоскости картины, так и, например, по кругу, если это какая-то магия. Технологий применения просто тысячи, так что здесь вперед экспериментировать. Но есть технология анимации и посложнее. Помните, мы с вами давно разбирали карту дисплейсмента в видеоролике про рисование воды? Дисплейсмент вообще штука необычная, и у нее значительно больше методик применения, чем может показаться на первый взгляд. Например, поговорим про карту глубины. Карта глубины — это некий рельеф вашей картины, где отображен передний, средний и задний план. И используя этот рельеф, вы можете создать полную иллюзию того, что ваша картина является трехмерной сценой, и анимировать как бы погружение зрителя в вашу работу. Карту глубины, разумеется, можно сделать вручную, но мы здесь с вами не за этим. Есть несколько способов, как это сделать в автоматическом режиме. Самый простой из них — пойти на вот этот сайт. Но я не могу сказать, что это будет самая качественная версия. Тут все просто, объяснять не нужно. Загрузили картинку, получили карту глубины и первичную примитивную анимацию. Кстати, анимацию можно сразу сохранить. И если вы уж совсем ленивый человек, именно ее использовать в портфолио и социальных сетях. Но мы подскажем несколько способов, как можно это разнообразить. К слову, более качественную карту глубины можно получить при помощи NeeraCity Stable Diffusion и плагина, которая так и называется Depth Map. Добыли карту глубины любым способом? Отлично. Снова идем в After Effects. Здесь нам необходимо загрузить две картинки — вашу оригинальную работу и карту глубины на отдельный слой. После чего применяем эффект Displacement на слой с нашей картинкой. А в виде источника этого искривления или искажения указываем нашу карту глубины. Не забудьте вот здесь в параметрах проставить Luminance. После чего, вращая эти бегунки и ползунки, вы будете видеть, как ваша картина двигается. Если вы запомнили из первого примера, как размещать ключевые кадры, то вы за пять минут сделаете весьма интересную анимацию. Эта техника также может казаться примитивной, но на самом деле с ее помощью можно делать даже синематики. В качестве примера могу привести вот этот ролик. Здесь автор на каком-то этапе понял, что если он будет рендерить всю сцену в 3D, то это займет просто вечность. Он отрендерил всего лишь один кадр и при помощи карты глубины анимировал движение. После чего разместил перед этой анимацией открывающиеся ворота. А анимацию открытия ворот можно сделать вообще в несколько кликов. И закинул на этот слой размытия. И все выглядит как 3D-синематик. Хотя по факту это один кадр. Если картинка перенасыщена деталями, то вероятнее всего ни один сервис не сможет сделать карту глубины достаточно четко. За Stable Diffusion здесь не ручаюсь, но на всякий случай. И вам придется так или иначе эту карту глубины править в фотошопе. Но здесь, как и во многих других моментах, все зависит от вашей усидчивости. Даже поэкспериментировав с такими техниками, уже можно выделяться на ArtStation. К слову, если хотите знать, как он работает и что выводит на главную, а за что дает Тинни Вайбан, загляните на наш Бусти. Там вышла лекция, которая называется ArtStation Boss. Ее можно посмотреть как по подписке, так и купить отдельно. Теперь поговорим о том, как заставить вашего персонажа говорить. Более того, на абсолютно любом языке, который вам вздумается. Есть вот такой вот прекрасный ресурс. Все, что вам необходимо, это зарегистрироваться. Загружаете вашего персонажа и заранее заготовленную звуковую дорожку. Не забудьте, пожалуйста, в настройках проставить язык вашей звуковой дорожки. Нажимаем ОК, получаем готовую версию. Теперь у нас есть статичный персонаж, который разговаривает вашим голосом. Но если нам это кажется развлечением на 5 минут, то мы можем все это объединить в одну большую сцену. Берем видео с нашей говорящей головой и закидываем поверх нашей анимированной картинки с фоном в After Effects. После чего делаем маску с мягкими краями вокруг головы анимированного персонажа, и нам всего лишь необходимо сделать так, чтобы этот кусок повторял движения, которые есть на нашей работе. Вариант номер один, он же самый правильный, и сделает трекинг движения на нашей работе. Для этого нам необходима вот эта вкладка, и нам необходимо указать цель, по которой мы будем отслеживать движения. Допустим, это будут глаза. После того, как трекинг закончится, мы создаем объект Null, и как бы назначаем на него все эти настройки нашего трекинга. И финальный штрих, вырезанная анимированная голова при помощи вот этой кнопки привязывается к этому объекту и повторяет все его движения. Разумеется, до этого нужно разместить ее четко поверх не анимированной головы персонажа в нашем After Effects. Как вы сами понимаете, это только вершина айсберга. Немножко зная блендер, можно получить даже полноценную трехмерную сцену, используя карту глубины и анимации лица. На практике со стороны это выглядит как бы рельеф, но его основной плюс в том, что в 3D-редакторе вы можете добавить дополнительные источники света, которые будут перемещаться по вашей объемной сцене. Зацените, какую крепоту в хорошем смысле сделал этот автор при помощи блендера. Хотя, как я уже сказал, блендер не обязателен. Можно обойтись и After Effects, и просто экспериментировать с этой базой. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там много познавательного и интересного. А вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok